Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, я очень долго наблюдал и выявил одну очень забавную, знаете ли, абстракцию, да? Одну очень забавную... Одно очень забавное наблюдение, в общем, я выявил. И знаете ли, в чём оно заключается? Вам стоит упомянуть какой-либо сервер GTA Sampo в названии, как тут же на ваш видеоролик. Если вы вдруг, мало ли, отзываетесь об этом самом сервере как-то негативно или рассказываете какие-то не особо хорошие черты этого самого сервера, на него сразу же, на ваш видеоролик, налетают люди, которые говорят, что, мол, ты не прав, ты не разобрался в ситуации и так всегда. И, в общем-то, на этих дебилах можно вполне спокойно делать просмотры, я вам так хочу сказать. Поэтому решил воспользоваться этим ещё раз, тем более, что ситуация у меня, да и не только у меня, на канале с просмотрами достаточно плачевная. В общем-то, GTA Sampo умирает длительными, медленными, а также долгими шагами. Он, в принципе, умирает и делает все прочие вещи. Поэтому давайте перед тем, как GTA Sampo умрёт, я скажу вам только одну единственную вещь. Arizona Roleplay Phoenix. Это самый первый сервер Arizona Roleplay, который вы только можете узнать, на который вы только можете зайти. И знаете ли, в чём дело? На этом самом сервере есть один такой очень хороший бонус. Если вы, ну, вот так вы знаете ли, мало ли, зайдёте на этот самый сервер, на этот самый проект, на всё остальное вы зайдёте и введёте в никнейм, пригласившего мой никнейм Данте Коннор, то по достижению вами пятого игрового уровня вы получите системой целых 300 тысяч вертов. Ну, как бы это хорошо, это плохо решать вам, но айпишник я на всякий случай оставлю в описании данного видеоролика. Как вы знаете, с незадолгих времён, с незапамятных времён у меня теперь работает служба поддержки. Я помогу всем, постараюсь помочь так или иначе всем, только вам стоит написать мне обращение. И, в общем-то, после всего этого, после того, как вы напишите обращение, после того, как я ознакомлюсь с вашей ситуацией, я вам напишу и попробую поискать какие-то выходы из вот всей данной ситуации. Поэтому, если что, по ссылочке в описании, под практически каждым видеороликом, теперь вы можете найти ссылочку на написание обращения, написать это самое обращение. И, в общем-то, уже исходя из всей этой информации, ну, сами понимаете, что делать. Так вот, абсолютно точно не важно насчёт всего этого. Мне в мой приём обращений, в мою приёмную, знаете ли, комиссию президента, пришло такое обращение. Мол, слушай, а можешь ли ты сделать ролики о самом, там, переоценённом проекте в GTA Samp и самом недооценённом проекте в GTA Samp? Я подумал, ебать, так это же хорошая идея. Почему я раньше до этого не додумывался? Спасибо человеку, который подсказал сделать нечто подобное. И, надеюсь, что меня после данного видеоролика не уволят, потому что, ну, я просто, я не знаю, я сейчас хожу по тонкому, знаете, такому лезвию, по тонкому краю, потому что, если вот после данного видеоролика меня уволят, будет достаточно фигово, будет достаточно плохо. Вот. И, знаете ли что, ну, вот просто знаете ли что, многие могут сказать, что он резонно переоценённый проект в GTA Samp. И давайте сейчас попробуем разобраться с тем, что является вообще переоценённым. У меня выходили два топа, топ-5 переоценённых ютуберов и топ-5 недооценённых ютуберов. Я думаю, что я знал, что это такое, потому что ютуберы и GTA Samp проекты, это, в принципе, одно и то же. И определить тут переоценённый проект и не переоценённый, это достаточно просто. Поэтому давайте уже начнём обо всём этом разговаривать. Так вот. Я решил, что самый переоценённый проект в GTA Samp на данный момент с настоящим ненакрученным онлайном, на котором играют настоящие люди, у которого, у данного проекта есть свои поклонники, это резонно ролеплей. Но не спешите, знаете ли, так, отписываться, писать комментарии, мол, ебать, ты чё, охуел, ты же сам с резоной сотрудничаешь, и, в общем-то, ну, типа, ебать, ты чё, вообще охуел, да, хуесос ёбаный. Однако давайте-ка я немного так аргументирую свою позицию насчёт всего этого. Вот, вы знаете, когда только зарождался GTA Samp сегмент, было, ну, достаточно мало ролеплейных серверов. И вот где-то примерно, я точно не помню, то ли в 2013 году, то ли в ещё каком-то году появилась резона ролеплей. Тогда она начала активнейшим образом скупать рекламу, тогда же к критике этой самой резоны подключился никто иной, как Данил Геррера. И, в общем-то, у Аризоны были всякие разные, знаете ли, убытки после ролика от Данила Геррера. То есть, они смотрели, у них, как выражаются сами вот эти вот разработчики, создатели Аризоны, у них скрипели зубы, но они, несмотря на всё это, все эти ошибки исправляли, и за это они молодцы. И мне в самом деле нравится мод резона ролеплей, то, что вот сделали эти самые люди. Они каждый месяц стараются делать какие-то, знаете ли, новые обновления насчёт всего этого. Но давайте заглянем, правда, в лицо. 11 игровых серверов, на каждом из которых по 1000 человек онлайна. 11 тысяч онлайна практически ежедневно. И при всём моём уважении к Аризоне, при всём моём уважении ко всей вот этой вот, знаете ли, ко всему вот этому вот руководству данного проекта, я, безусловно, дико уважаю всех, кто работает над Аризоной. 11 тысяч онлайна, это на 2020 год. Это дохуя. Это прямо много. И вы представляете, то есть, всего в САМПе сколько онлайна, в среднем? То есть, где-то 20-30 тысяч. Что, если эти 11 тысяч просто убрать? Ну, из 30 тысяч получится, что это, ну, сами понимаете, 19 тысяч. Из 20 тысяч получится, что это 9 тысяч. И когда ты понимаешь, что большая часть онлайна GTA Sampo это Аризонор или Плей, ну, ты задаёшься вопросом, мол, а что это за проект такой, на котором играет, ну, большая часть онлайна GTA Sampo? Если и не половина, то, ну, уже близко к этому идёт. Если бы было где-то 15 тысяч онлайна, если бы было 15 игровых серверов, если бы Аризона повторила сам Пропе только в его удачных проявлениях, ну, это было бы уже вообще то ли заебись, то ли пиздец. Тут уж даже непонятно. И вы знаете, когда Аризона ролеплей владеет таким огромнейшим онлайном, ты вольно-невольно задаёшься вопросом, а что там на этой Аризоне такого есть? Ты заходишь на этот проект и просто понимаешь, что, ну, ничего такого инновационного, скажем так, да, что могло бы удивить, нету, ну, лично для меня. То есть это просто то, вот тот самый минимум, который должен быть на каждом проекте. Видимо, только Аризона может удовлетворить данный минимум, по моему личному мнению, что вот именно на Аризоне играет столько людей, потому что, ну, я не знаю, возможно, это только для меня, возможно, это для всех, но мод же, ну, по факту, он же просто, типа, он большой, он, да, он когда-то был невъебенно какой большой в году, наверное, я не знаю, 2016-2015, нет, давайте, давайте 2018-й даже возьмём, вот, он прям разрастался, вот, и на какой-то, на какой-то стадии он просто остановился, и сейчас просто добавляют какие-то такие, знаете ли, маленькие улучшения во всё это. Наверное, многие, кто давно играет в GTA Sam, это заметили, что поначалу мод разрастался, 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 а потом просто вот начали выходить какие-то маленькие чисто доработки, улучшения, и какие-то вот плюс-минус плюшки, да, которые ты такой, типа, смотришь, ебать, ну, типа, круто, классно и так далее. И при всём при этом сказать, что Аризона не заслужила свой онлайн нельзя. Но, когда ты понимаешь, что онлайн Аризоны, это практически 50% онлайна всего GTA Sampa, ну, ты, ты просто охуеваешь от всего этого. То есть, там, Diamond Roleplay остались, там, Sampa и Advance Roleplay, а вот Аризона Roleplay, это прям, это ж можно сказать, уже монополист в целом. А монополия, как вы можете знать, она, ну, неблагоприятно сказывается на всём этом. Вы представляете, что было бы, если бы существовала вот только одна Аризона? Вот, допустим, там, я не знаю, у неё 30 игровых серверов, и там, типа, 30 тысяч онлайна каждый день, и всё. И то есть, онлайн держится сам по себе, потому что просто нету альтернативы. То есть, ну, мне кажется, что просто ютуберов бы уже перестали оплачивать. А для чего? Если просто Аризона Roleplay, это единственный проект, и там, вот знаете ли, остались вот эти вот Diamond Advance, на них там по 100 онлайна, ты просто смотришь такой и думаешь, ебать, ну, это ж пиздец. И вот лично я выступаю против монополии, я выступаю за вот такую, знаете ли, постоянную конкуренцию между серверами. А не тогда, когда у Аризоны просто 11 тысяч онлайна, она просто всех вот этим вот своим 11 тысячами онлайна всех ебёт. А все остальные просто-таки стоят смиренно, типа, а у нас Митин, а у нас там Малфой, да, а у нас вот на СамПРП, допустим, все охуительные ютуберы, да. То есть, там, Тарка, там, Андрюха Кевский, Ангел Касада, все охуительные ютуберы. И просто, ну, вот ты как-то вот на всё это посмотришь и... Ну, просто вот чисто вот так даже понять не можешь, что вообще там такое. И при всём при этом вопрос остаётся открытым. Вы можете написать в комментариях, считаете ли вы Аризоны Ролеплей переоценённым куском кала, как мне часто пишут в комментариях. Либо вы считаете, что Аризоны Ролеплей действительно всё это заслужило, потому что я был с Аризоны Ролеплей практически с самого начала. И сказать, что она не заслужила весь свой онлайн, но это не сказать ничего. На неё были постоянные нападки, а на неё были постоянные дудос-атаки, и, в общем-то, уходили ютуберы, приходили какие-то новые ютуберы. И просто вот ты как-то на всё это смотришь, и вот не можешь уже сказать, что Аризона Ролеплей это вот переоценённый проект. Но лично я не знаю. В общем-то, выбор за вами. А, я хочу вам сказать только одно. Аризона Ролеплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании под данным видеороликом. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok